Здравствуйте! В эфире программа о главном и я Елена Астрахович. Сегодня, в воскресенье 23 февраля, завершилась одна из самых трагических и исторических недель в жизни Украины. Неделя, залитая кровью, пронизанная ненавистью, зачастую лишенная здравого смысла, но, к счастью, закончившаяся мирными переговорами. Как события в Киеве видятся из Одессы? Что ожидает страну и ее жителей дальше? Об этом сегодня в нашей программе. Свезенные в Одессу тетушки избивают мирных граждан и журналистов. Кто стоит за этими провокациями и почему бездействует милиция? Что будет дальше с государством Украина? Какие выборы нас ждут? И как заставить нынешних и будущих депутатов работать в интересах своих избирателей? Я всегда выступал и выступаю за то, чтобы мы в Верховную Раду не допускали негодных людей, а не пытались их потом всем миром выковырить. Кто провоцирует панику? И стоит ли закупать про запас продукты в магазинах? Какую роль в происходящих стране событиях могут сыграть ветераны-афганцы? Что думают сегодня ветераны, стоящие на Майдане и те, кто поддерживает власть в регионах? Какое честование, какие праздники в то время, когда в стране идет братоубийство? Какое самолюбование, какое вешание на себя наград и так далее? В Украине начался новый исторический период. В пятницу под давлением международных представителей президент Янукович инициировал внеочередные президентские выборы и возвращение Конституции 2004 года. Кроме того, между властью и оппозицию было подписано соглашение о прекращении военных действий, создании коалиционного правительства и расследовании всех совершенных актов насилия. Гарантом данного соглашения стали ведущие европейские политики. Но соглашение удовлетворило далеко не все политические силы, поэтому говорить сегодня об окончательном перемирии не приходится. По мнению многих экспертов, вооруженное противостояние сторон может продолжиться. А между тем, только по официальным данным, на этой неделе в Украине погибло 77 человек, по некоторым данным более 130. Как со стороны митингующих, так и со стороны правоохранителей. Около тысячи человек было ранено. Четверг, день, который должен был стать днем траура и перемирия, стал самым кровавым днем в истории современной Украины. В последние месяцы Одесса довольно индифферентно наблюдала за происходящим в столице, ограничиваясь разговорами на кухне и у телевизора. Но на этой неделе в среду кровь пролилась и у нас. При этом лично я уверена, что это была не случайность, а четко спланированная акция. А началось все с абсолютно мирного митинга сторонников Майдана у стен облгосадминистрации. Человек 50, в основном женщины, собрались здесь самодельными плакатами, чтобы призвать власть прекратить стрельбу в Киеве. Они выступали, призывали, священник собирался читать молитву о мире. Человек 30 журналистов и полсотни милиционеров наблюдали за всем этим. Потом к митингующим вышел губернатор Николай Скорик. Но разговора не получилось. И митингующие продолжили общаться с прессой. Вот здесь-то все и началось. Пока представители Евромайдана заявляли о своих требованиях, к зданию администрации подъехали несколько автобусов в Богдан, где находились экипированные в шлемы, маски и куртки-толстовки с битыми в руках молодые люди. Правоохранители предупредили заезжих тетушек о соблюдении порядка. Но буквально через несколько минут в рядах молодых людей в спецформе прозвучала команда «Бей камеры». Пострадала техника пяти региональных и столичных СМИ. Наш оператор чудом остался невредим, потому что, по его признанию, было полное ощущение того, что надвигающийся молодчик хочет проломить ему голову. После расправы с журналистами, толпа тетушек двинулась к облгосадминистрации, на евромайдановцев и милицию. С травмами оказались двое митингующих, один из которых – священник. Остальных безоружных пикетчиков милиционеры, не сумевшие сдержать тетушек, запустили в здание администрации. Штурмовать здание налетчики не стали. Лишившись живых мишеней, они сорвали агрессию на мотоцикле одного из сторонников Евромайдана. Повреждения колоссальные. Все приборы разбиты, все управления помят, бак помят, трубы помяты, то есть подножки разбиты. Ну, короче, он потерял, ну, то есть, мое мнение, продажа на запчасти. По одной из версий, военизированные молодчики прибыли в Одессу из Харькова и являются членами бойцовского клуба «Оплот». По другой, так называемые «тетушки» состоят из одесситов, тренирующихся в различных спортивных и бойцовских клубах нашего города. Вот здесь я хочу позволить себе небольшой комментарий. Мне лично довелось наблюдать все происходившее у стен облгосадминистрации. Меньше всего эти молодчики были похожи на митингующих граждан, пришедших выразить свое мнение. Свезенные на микроавтобусах, одинаковые и профессионально экипированы, действующие четко по команде и, как выяснилось позже, квартирующие не первый день в одесских санаториях. После избиения людей и разгрома мотоциклов их никто не преследовал, не снимал показания и не пытался установить личности. Наоборот, было ощущение, что все происходит по намеченному плану. Кому и зачем была нужна эта демонстрация силы? На этот вопрос пока нет ответа. А у нас в гостях в студии сегодня глава Одесской организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, в пятницу президент инициировал досрочные президентские выборы. Вот каким образом, когда они могут состояться, на каких условиях они могут состояться, как вы видите себе этот процесс? На самом деле сейчас поле открыто абсолютно и относительно даты и относительно условий, но на мой взгляд, выборы должны состояться в максимально оперативные, разумные сроки. Естественно, они не могут проходить. Разумные сроки это какие? Ну, это не год, не два. То есть это в течение, наверное, нескольких месяцев, полугода. Естественно, выборы ни в коем случае не могут проходить под канонаду выстрелов. То есть в стране должно быть прекращено противостояние. Что касается условий, то, на мой взгляд, существующий закон о выборах президента, он, если требует определенного вмешательства, то исключительно в процедурных моментах и не очень значительного, чтобы не было хуже. Потому что если опять начнется каждой стороной переписывание закона под себя, то мы... Лучший враг хорошего называется. Да, лучший враг хорошего. Тем более в такой момент, как у нас. Совершенно верно. Поэтому я надеюсь, что закон, конечно, подправит, потому что там есть проблемы, но не критично, не кардинально, чтобы не было ни претензий к друг другу, ни чтобы сами выборы не были сорваны. Анатолий, скажите, а вот возвращение Конституции 2004 года, предполагает ли оно парламентские досрочные выборы или парламент останется в прежнем составе? Сам по себе факт возвращения, он не обязывает парламент переизбираться, но нам необходимо будет посмотреть, что конкретно запишут в переходных положениях того юридического нормативного акта, которым будет оформлен этот процесс. Если будут там предусмотрены выборы, значит, они должны будут состояться. Если не будут там предусмотрены выборы, они в принципе могут состояться, потому что парламент получает новые полномочия, но это будет отдельный вопрос политического какого-то диалога и сроки. А самое главное, я категорически настаиваю на том, что нам недостаточно просто технично и формально переизбрать Верховную Раду. Нам нужно совершенно другое качество парламента, а для этого нас абсолютно не устраивает вот та избирательная система, которая смешанная и тот закон, по которому проводились выборы 2012 года. То есть нам к выборам парламента нужно подходить отдельно абсолютно, нам нужна новая избирательная система, нам нужен новый закон, только это нам позволит получить новое качество парламента, ну, по крайней мере, получить шанс получить новое качество парламента под новые полномочия, потому что иначе мы получим старый парламент с новыми полномочиями. Анзолий, ну проблема в том, что выработать эти новые, вот как вы говорите, правила, получается, должен старый парламент. Не обязательно. Опять же, вся проблема в том, что наши политики до всех событий, которые были в Украине, отношение политиков к своим должностям и к людям и обусловило те события, которые происходили, наши политики считали, что они в неком закрытом элитарном клубе, только они не божители, могут что-то решать. А вы, товарищ, вы не народ, вы отдельный конкретный человек. Как говорил Михаил Михайлович Звонецкий, понятие народ придумали, чтобы обманывать простых людей. И вот нас постоянно так дурили, выставляли идиотами, никто нас не слушал. В результате мы, народ, обиделись. Я, конечно, утрирую, обиделись и заставили себя слушать. Так вот, я считаю, что новое законодательство, оно должно вырабатываться в выборах парламента совместно и политикам, и гражданским обществам. У нас достаточно компетентных, независимых и порядочных экспертов на национальном уровне, которые могут и способны разработать нормальное избирательное законодательство, нормальную систему предложить, так, чтобы она не была под конкретного Васю, Петю, Лешу, Сенью, Витю и так далее. А в интересах все-таки избиратели? Конечно, в этом процессе должны участвовать политики, поскольку они представляют часть народа, но тон должны задавать эксперты, которые не заангажированы, которые не преследуют личного какого-то интереса, соответственно, и которые отказываются от того, что они, допустим, будут баллотироваться по этому закону. Анатолий, а как избиратели могут повлиять на этот процесс? Да, я считаю, что этот процесс должен быть максимально публичным, с максимальным общественным обсуждением. Другой вопрос, что, конечно, в каких-то сложных нюансах юридической практики и так далее, кому-то может быть сложно разобраться, но этот процесс должен предусматривать возможность участия для граждан во всех доступных формах. Поэтому я и говорю, что с выборами парламента нельзя спешить. То есть нужно воспитывать граждан, которые будут избирать будущих депутатов. Да, нужно воспитывать. Правда, но, понимаете, мы их как-то пытаемся, пытаемся, пытаемся воспитывать. А вот сколько времени, сколько поколений должно смениться для того, чтобы граждане все-таки понимали и в какой-то степени кого не избирают, несли ответственность за тех, кого не избирают и не разочаровывались через год-другой собственных избранников. Ну, знаете, мне кажется, что мы и так очень быстро идем, и те трагические события, которые у нас происходят, они заставляют нас достаточно, я имею в виду общество, достаточно быстро взрослеть, избавляться от той инфантильности, от того патернализма, убивать в себе раба. Все то, что было нам навязано предыдущими, я не говорю только десятилетиями, столетиями, нельзя сразу из тоталитаризма в развитую демократию. Западные общества шли к этому столетиями, мы пытаемся пройти этот путь за десятилетия, ну, по крайней мере, два десятилетия прошло, я надеюсь, что вот на исходе третьего мы, наконец, к какому-то уже качественному уровню придем. К гражданскому обществу, Анатолий, ну, вот скажите, пожалуйста, события последней недели, да, в общем-то, последних нескольких месяцев доказали, что сегодня от каждого депутата, сидящего в Верховной Раде, и не только в Верховной Раде, может зависеть жизнь миллионов. И зависит. И зависит сегодня, понимаете, но ведь они тоже люди, они не небожители, они не прилетели с другой планеты, мы их избираем, мы им даем такие полномочия, но как, в принципе, вот если мы говорим о будущем все-таки парламенте, или парламенте, который должен сегодня изменить жизнь нашей страны, как все-таки сделать таким образом, чтобы эти люди принимали законы во благо нас, а не себя? Как моральный кодекс их изменить? Нет, нет, тут как бы две составляющие. Первое, мы должны абсолютно четко для себя уяснить, да, это такие же люди, но добровольно, идя на выборы, никого, никто на цепи никуда не тянул, добровольно, идя на выборы, добровольно принимая мандат, более того, внося, тратя на это энное количество денег и своих, и партийных, и кто-то, и наших, да, добровольно принося присягу, в которой депутаты обещают нам служить, защищать и так далее, они берут на себя обязательства представлять наши интересы, и если необходимо, то между нашими интересами и своими личными страхами, мечтами, иллюзиями и так далее, выбирать наши интересы, мы должны этого четко и однозначно требовать. Вот я, например, считаю, что те народные депутаты одесситы, которые не нашли в себе мужества и еще каких-то качеств прийти, значит, вечером в парламент, да, в четверг, когда голосовалась постанова о прекращении огня, когда они не нашли в себе человеческих качеств прийти и проголосовать, я считаю, что они не имеют права быть народными депутатами, потому что речь шла о сохранении человеческих жизней, если они не готовы были пойти на этот шаг, чтобы сохранить человеческие жизни, я лично, мне слабо верится, что они готовы будут пойти наперекор каким-то угрозам, опасностям и так далее, для того, чтобы бороться с коррупцией, бороться с преступностью, обеспечивать наше будущее. Возвращаемся к вопросу об ответственности. Да, совершенно верно, вот это первый шаг, то есть мы для себя должны определить, что это люди, которые добровольно на себя берут обязанности, во-вторых, мы должны сами быть ответственными избирателям, потому что мы первый и основной фильтр, который должен фильтровать и который, к сожалению, не работает, потому что мы готовы голосовать за гречку, мы готовы голосовать за красивые глаза, мы не готовы уделить хотя бы несколько часов в раз в четыре, в пять лет для того, чтобы прийти на выборы или для того, чтобы попытаться разобраться, что из себя этот человек представляет. Мы, знаете, вот как хлеб, когда пекут, муку просеивают, чтобы мусор никакой не попал, да, и, соответственно, мука чистая получается. Так вот мы, сито это у нас не работает, то есть мы не являемся тем ситом, которое должно было быть. Мы, главное, не понимаем, что мы и есть производители этих людей, получается, что мы их порождаем, получается, а не... Да, поэтому у нас не работает фильтр со стороны избирателей, к сожалению. У нас не работают другие фильтры, которые должны были быть. А вот какие фильтры могут способствовать тому, чтобы нормальному, естественному отбору депутатов? Во-первых, как только у нас появятся нормальные политические партии, чему мы тоже должны как избиратели содействовать, требуя, по крайней мере, от политиков, тогда будет уже какой-то внутри партийный фильтр. Но, что касается более прикладных инструментов, то еще одним фильтром является избирательная система. И вот это то, что можно уже сделать сегодня. Избирательная система должна быть построена таким образом, чтобы избиратель мог максимально содействовать проходу в парламент людей порядочных и тех, кому он доверяет, и, наоборот, ставить какие-то преграды для прохода в парламент людей непорядочных и которым он не доверяет. Значит, во-первых, вопрос формирования партийных списков. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что в ближайшее время у нас в партиях будут полноценные праймерис. Соответственно, к сожалению, останется практика, когда партийный список формирует непосредственно узкая партийная группа руководства. Но избиратель должен получить возможность менять очередность кандидатов внутри партийного списка. То есть это так называемые открытые партийные списки. Анатолий, ну это технически. А вот объясните мне, как простому избирателю, а как я могу оценить степень достоинства, я не знаю, там, или порядочности депутата? Он такой весь красивый, приходит ко мне навстречу, рассказывает, как он любит жену там троих-пятерых детей, как он помогает бабушкам и так далее. То есть внешне все выглядит крайне респектабельно. Значит, демократия в том ее и сложность, что это, в первую очередь, процедуры и техника. Поэтому на уровне техники нужно, во-первых, обеспечить. Соответственно, когда к вам приходит человек замечательный, лощеный и так далее, но которого вы видите в первый раз, и когда к вам приходит общественник или какой-то другой депутат. Которого вы пять лет на своем районе наблюдаете. Да, наблюдаете. Он не такой лощеный, но вы его видели, вы знаете, что он действительно выступает за ваши права, то, наверное, логично проголосовать вот за этого второго. А есть проблема, потому что он может прекрасно красить скамейки и копать клумбы, но при этом будет ничего не понимать ни в законодательстве, ни в политике. Все-таки там нужны парламентарии и политики. Справедливо, но больше делают те, кто хотят, чем те, кто могут. Человек лощеный, он точно так же может быть некомпетентным сам по себе, но он еще не будет иметь никакого желания. А человек, который имеет желание, но некомпетентен, он может привлечь экспертов из гражданского общества, из аналитических центров, он может просто заниматься самообразованием. Это разные вещи. Поэтому изначально мы должны людей туда выбирать и выдвигать по базовым ценностям. Знаете, вот как мы должны иметь внутренний камертон, то есть и когда депутата мы видим, слышим о нем информацию, слышим, что он говорит и так далее, мы должны этот камертон включать и наблюдать. Получается внутренний резонанс с нашими ценностями, с нашим видением будущего и то, о чем он говорит. Да, это не гарантия стопроцентная, но это первый шаг. Потому что если возникает диссонанс, вот сразу точно это не кандидат вашей мечты. Ну, как минимум, я так понимаю, нужно наблюдать, если вы уже его выбрали, или он уже был депутатом, нужно наблюдать за его деятельностью на протяжении 4 дней. Это наша гражданская обязанность. Отчеты, читать о нем, что пишет в прессе, что он делает, за кого голосует и так далее. Чтобы потом не было опять-таки неожиданностей. Скажите, на ваш взгляд, депутаты, которые уже побывали при власти и как бы себя опорочили в глазах избирателей, в общем, сегодня достаточно актуальная тема, могут ли они быть избраны во власти или все-таки еще один фильтр нужно поставить, какой-то иллюстрационный фильтр, законодательный? Да, совершенно верно. То есть, как бы тут, ну, наилучший фильтр и самый универсальный, это, конечно же, избиратели, но часто этого бывает недостаточно. Поэтому, на мой взгляд, непосредственно инструмент отзыва, он бы мог служить таким фильтром. Но я всегда выступал и выступаю за то, чтобы мы в Верховную Раду не допускали негодных людей, а не пытались их потом всем миром выковырить. Поэтому инструмент отзыва, он должен быть наиболее действенным непосредственно на уровне местных советов. И если человек один или два раза, тут можно говорить, то есть это поле для дискуссии, был отозван с должности депутата местного совета, я считаю, что необходимо законодательно запретить ему баллотироваться в Верховную Раду. Вот. И плюс еще один момент, еще один фильтр, который, на мой взгляд, важен. То есть, не секрет, что политики могут вступить в картельный сговор. И в свои партийные списки они могут просто постараться не допустить, либо допустить в минимальном количестве людей порядочных, а набрать в основном за деньги, по родственным связям и так далее, и так далее. И в результате мы приходим на избирательный участок, и мы видим одинаково негодные списки. У нас нет желания голосовать ни за кого. То есть, политики опять сговорились, посчитали нас идиотами и сделали, что хотели. Вот для того, чтобы разбить и снять возможность непосредственно саму такого сговора, я предлагаю вести плавающий проходной барьер. То есть, проходной барьер, плавающий, который будет привязан к количеству людей, проголосовавших против всех. Не 3-5% партия должна набрать, чтобы пройти Верховную Раду, а она должна набрать больше, чем проголосовала против всех. Что это даст? Это заставит политиков более ответственно подходить к компоновке своих списков, чтобы люди не голосовали против всех, а голосовали все-таки за кого-то. Это заставит их более ответственно подходить к своим программам, это заставит их более ответственно подходить к выборам, не лить друг на друга грязь, чтобы не отвращать людей в принципе от выборов. Это заставит их в принципе заниматься политикой, а не манипуляциями, технологиями и так далее. Нестабильность в политической сфере автоматически ведет за собой экономические колебания. С 5 февраля курс доллара на межбанке впервые за последние 5 лет превысил 9 гривен. После этого стоимость валюты ни разу не вернулась к прежним показателям. Но пока финансовые эксперты соревнуются в филигранности прогнозов на валютном рынке, простые украинцы наблюдают за рынком товаров и услуг, соразмеряя изменившиеся ценники со своими неизменными доходами. Еще в декабре прошлого года национальная украинская валюта котировалась на уровне 8 гривен 20 копеек за доллар. Сейчас за 1 доллар в обменных пунктах просят 8 гривен 95 копеек. Вслед за падением гривны эксперты прогнозируют и рост цен в первую очередь на импортную продукцию. Между прочим, одесситы уже ощутили на своих кошельках заметное подорожание продуктов питания. Девальвацию гривны, по утверждению экспертов, вызвал длительный политический кризис в Украине. Но потребители оценивают валютные качели по значительно более приземленным показателям. На бензин, на продукты обязательно поднялись. А как же говорят, же доллар дорогой стал. Я его не храню, а все трачу. Поднимаются цены, поднимаются данные продукты, это существенно. Вы в какой валюте храните деньги? Ни в какой. Да, то есть если появляется ее, покупаешь, трачу, потому что уже научен горьким опытом. Разницу в сегодняшних ценах по сравнению с прошлым месяцем уже можно увидеть, что называется, невооруженным глазом. Из-за нестабильности украинской гривны подорожали тропические цитрусовые фрукты, рыба, кофе и чай. И одесситы высказывают предположение, что в скором будущем могут измениться цифры и на квитанциях коммунальных платежей. А в четверг и в пятницу по всей стране люди начали выстраиваться в очереди к банкоматам и на автозаправки. В интернете появилась информация, что ряд ведущих западных банков покидает украинский рынок. И это может вызвать серьезные проблемы с получением наличных. А из-за нестабильности валюты цены на бензин могут резко возрасти. Как отреагировали на эти слухи одесситы, знают наши корреспонденты. В заправке, на которой наведалась наша съемочная группа, работали в штатном режиме. Такую же картину мы застали в одном из одесских супермаркетов. Безналичные расчеты у кассиров нареканий не вызывают. Правда, одесситы атакуют банкоматы и снимают наличку. Все было без проблем. На кассе без проблем, а в банкоматы очередь больше, чем на кассах. А полки пустые. Вообще сюжет уникальный. Можете по тебе отснять. Там просто, ну, я не знаю, истерика у народа. Меньше телевизора нужно смотреть, наверное. Я пенсию побежала бегом получить, потому что говорят же, я не знаю, правда или неправда, но говорят же, ну, у меня племянница работает в Сиберкарте. Я ему сказала, тетя Надя, идите, снимайте свои деньги с книжки, потому что могут заморозить. В моей руке пенсионная карточка одного из украинских банков. Мне ее дали мои знакомые и попросили купить кое-каких продуктов. Сейчас я отправлюсь в магазин и узнаю, смогу ли я рассчитаться по ней. В магазине оказалось многолюдно. Многие люди рассчитывались карточками. Простояв длинную очередь, нам удалось купить то, что мы задумали. Пачка вафель. За них я рассчиталась банковской карточкой. Никаких проблем при этом у меня не возникло. Что же касается одесситов, то они разделились на два лагеря. Одни сметают с полок продукты первой необходимости, другие не видят повода для паники. Крупами, мукой, сахаром, солью. И хлебом. По новостям вроде говорят, что через час будет введено чрезвычайное положение. Ага, и поэтому решили запустить едой. Ну, на всякий случай, оно же не помешает и не так дорого по деньгам. Консервы, круп нету. Да, уже заканчиваются. То есть такое, как колбаса, например, сладкая вода, этого, естественно, никто не берет. Первая необходимость. Все уже заканчиваются в магазине, и то есть там такая маленькая паника, и в большую очередь идти к банкомату. Ну, дефицит уже чувствуется. Ну, немножко больше взяли, просто взяли немножко больше. А в связи с чем? Ну, в связи с тем, что творится в стране. Сознатие, что закрывает, люди, смотрите, деньги снимают. Там люди надерживают сейчас и зарплаты, и все. И зарплаты нету. Рассчитывается нормально, работает. Карточки работают. В местном подразделении НБУ нам ответили, что никакие распоряжения относительно блокировки карточек или банковских выплат не поступали. Равно, как и жалобы от горожан. Стул же спокойно нам ответили и в региональном казначействе. Специалисты говорят, проблем нет, надо в каждом случае, знаете, бывает с оформлением документов не в порядке, возвращают такие ситуации, бывают. Ну, конечно, это надо в каждом конкретном случае выяснять. В свою очередь, рядовые финансисты высказывают предположение, что блокировка карточек в банкомате или на кассе может быть вызвана повальным к ним обращением. Программное обеспечение этих приборов просто не справляется с повышенной нагрузкой. К концу недели ажиотаж в магазинах и на заправках значительно уменьшился. Да и возле банкоматов перестали выстраиваться очереди. Правда, ряд банков ограничил сумму выдачи наличных. Восточная медицина – это мудрость веков. Ей 5000 лет. Как соединить современные медицинские технологии и эту вековую мудрость для восстановления позвоночника человека? Клиника Стариша. Мы смогли найти решение. Иглорефлексотерапия и ударно-волновая терапия. Аурикулотерапия и лазерно-магнитное воздействие. Аккупрессура и сканирующий модуль. Примеров много. Результат один. Выздоровление. Клиника Стариша. Телефон 787-90-50. Хотите всегда успевать? Такси «Флэш» 706-76-76. Максимально быстро, безопасно, комфортно. Загородные поездки, услуги трансфера, предварительный заказ. Такси «Флэш» 706-76-76. Вы успеете! Обратная сторона ветра. Среда и суббота. 20.00. На Первом радио. Партнер программы «Автоцентр на Ленинградском». Обновите свой гардероб. Выставка, ярмарка, силуэт. Одежда, обувь, кожгалантерея и многое другое. Ждем вас во Дворце спорта с 27 февраля по 2 марта. Что можно успеть за 15 минут? Пожарить мячки. За 15 минут можно написать крутой трек. Что можно успеть за 15 минут? За 15 минут можно поссориться. И помириться. За 15 минут могу потратить 3000 долларов. За 15 минут можно спасти все это жить. Скорая помощь клинике Святой Екатерины. 728-00. Любая экстренная медицинская помощь. Но главный вопрос, который сегодня волнует одесситов, это все же как будут разворачиваться дальше события в стране. Потому что стабильность экономики и, как следствие, валюты и цен напрямую зависят именно от стабильности в Украине и адекватности поведения ее руководителей. Своими прогнозами на дальнейшее развитие ситуации с нами поделился председатель городской организации Европейской партии Украины Руслан Чернолуцкий. Как, на ваш взгляд, дальнейшая будет развиваться ситуация? И давайте попробуем все-таки результаты политических событий последней недели. Во-первых, я хочу выразить соболезнования родным и близким, тех людей, которые пострадали, тех, которые погибли. Это для Украины беспрецедентная вообще в истории ситуация. И если говорить сегодня об общественно-политическом выходе и механизме урегулирования этого конфликта, то сегодня уже наверняка никто не помнит и никто не поднимает вопросы евроинтеграции, геополитики. Да, это уже на 33-й план дошло. Сегодня все мы прекрасно понимаем, что никаких террористов на территории Украины нет. И это просто протест людей, протест общества, который вышел на уровень такой эскалации между представителями властных правоохранительных структур и обычных людей, которые по всей Украине системно уже выразили этот протест. И я все-таки надеюсь, что это будет урегулировано в ближайшие месяцы. Я хочу, может быть, с пессимизмом здесь обратить внимание людей на то, что такие конфликты за два дня не решаются. Но, тем не менее, мы рассчитываем на то, что в парламенте все-таки будет найден консенсус. Мы рассчитываем на то, что на местах политические силы будут находить возможность перемириться, я имею в виду на уровне органов местного самоуправления, областных, государственных, районных государственных администраций. Ну, а если говорить об алгоритме выхода, то сегодня он предложен как со стороны власти, так и со стороны оппозиции. Ну, президент инициировал досрочные президентские выборы и изменения Конституции. Во-первых, на ваш взгляд, примет ли это Майдан, то есть устроит ли Майдан подобные заявления, и как дальше будут развиваться события в парламенте? Ну, мы видели на протяжении трех месяцев противостояние на Майдане, мирного противостояния, которое ничем не закончилось с точки зрения переговорного процесса. И те предложения, которые внесла власть очередной раз, могут не увенчаться ничем, так же, как и эти переговоры никак не могли выйти в какую-то плоскость договоренности между народом в лице оппозиции и властью. Буквально на днях президент еще до эскалации и убийства людей на Майдане предлагал подписание Конституционного договора по аналогии, как был подписан в 1995 году. Дальше предлагались различные варианты изменения Конституции или возврат Конституции 2004 года. Сегодня речь идет о досрочных президентских выборах и, возможно, парламентских. Я считаю, что сегодня оппозиция, которая представляет сегодня в переговорном процессе интересы народа, я считаю, не Майдана, а народа в целом украинского, который обеспокоен и возмущен тем, что происходит, должна все-таки найти компромиссный выход, компромиссное решение. Хотя я хочу сказать, что первую скрипку и голос играет народ. Тот, который сегодня не готов идти на переговоры с властью, и тот, который сегодня не готов ни на любые форматы досрочных выборов, те, которые жестко говорят о том, что власть, которая убивает своих людей, должна уйти в отставку. Руслан, давайте остановимся на двух моментах, о которых вы только что сказали. Первое. Считаете ли вы, что даже соглашение, подписанное со стороны или при участии международных политиков, не может стать гарантией того, что президент будет отвечать за свои слова? То есть вы считаете, что даже эти такого рода соглашения с третьей стороной он может нарушить? Ну, мы видели, что за три месяца много было попыток, так называемого, включения в переговорный процесс третьих международных, так называемых... Ну, они не были закреплены. Они не были закреплены, но тем не менее, власть не реагировала на них. Это были и устные звонки, и предупреждения, и резолюции различных международных инстанций. И буквально вчера наша Европейская партия инициировала приезд целой группы европарламентариев из числа Альянса либералов и демократов, которые тоже готовы стать в сторону, скажем так, примирительного процесса и урегулировать, быть посредниками между властью и народом. Я уже не говорю об оппозиции. Я хочу донести до людей, что сегодня оппозиция, да, делает определенные попытки, и через оппозицию идет вот этот процесс мирного урегулирования и переговоров. Но оппозиция уже не может управлять гневом народа, который пошел защищать, в принципе, себя, и пришел высказывать вот этот вот протестный настрой, который назрел уже за эти годы. Вот, вы начали отвечать на мой второй вопрос. Вы говорите о том, что оппозиция сегодня, по сути, в общем-то, в политической плоскости выражает мнение людей очень разных, и поскольку Майдан неоднороден. На ваш взгляд, может ли сегодняшнее действие оппозиции действительно удовлетворить и правых, что называется, радикалов, правый сектор, и тех, которых на Майдан вывело, в общем-то, ну, скажем так, нежелание видеть эту власть наверху и, в общем-то, ничего другого, то есть более умеренных. Ну, мы видим уже переформатирование парламента и принятие хоть каких-то решений и постановлений. Говорит о том, что оппозиция действительно сконсолидировалась, и люди, которые выходят из провластных фракций и партий, и присоединяются к этому процессу, уже говорит о попытках урегулировать и выйти на мирный процесс переговоров. В какой способ законодательный будут закрепляться эти результаты переговоров, сложно сейчас сказать. Их несколько. Это из создания коалиционного правительства, это из создания, возможно, так называемого технического или технократического правительства, где будут в основном министры не политики, а люди из профессиональных сфер и направлений. В том числе акцент делается на том, чтобы силовые блоки возглавили представители от оппозиции, потому что это некая гарантия народу, что не будут отдаваться так называемые преступные приказы стрелять в людей. Это и проведение досрочных выборов, в первую очередь президентских и, возможно, парламентских. И я более чем уверен, вслед за ними пойдут, может, даже и в этом году, если будут изменены конституционные изменения и местные выборы. Во многих городах, вы знаете, отсутствуют мэры, советы уже с продленными полномочиями, такие как в Киеве. Народ выразил недоверие. Поэтому это, в общем-то, звенья одной цепи, и в законодательном поле их надо урегулировать. Это и вопросы, связанные с подписанием различных актов конституционных по типу конституционного договора. Разные механизмы предлагаются. Сегодня ни Европа, ни парламент наш не знает четкого рецепта, как выходить с этого конфликта. Поэтому разные политические силы, в том числе европейские институции, такие как Европарламент, Совет Европы, Госдеп, США, все уже подключаются к тому, чтобы повлиять в мирном ключе на выход из этой ситуации. Скажите, пожалуйста, давайте предположим, что события пойдут, может быть, не слишком по мирному сценарию. Вы сами сказали о том, что действительно не происходит таких даже положительных изменений в одночасье. Есть ли сейчас возможность, есть ли сейчас опасность введения чрезвычайного положения, есть ли сейчас возможность вот тех антитеррористических мер, о которых на этой неделе говорила СБУ, если есть, то во что они выльются для простых граждан? Я хочу отметить и обратить внимание деситов на то, что если взять международное законодательство, то термин терроризм или антитеррористические действия, это, в общем-то, укрепленный и в нашем законодательстве термин и понятие, которое говорит о том, что как только государство или государственные органы в каком-либо регионе или в целом государстве говорят о террористических возможных акциях, то реакция происходит не только внутри государства, а и всего международного сообщества. И вы видели, как под видом борьбы с восставшим народом ввели якобы антитеррористическую деятельность или акции СБУ с различными правоохранительными органами. И никак на это не отреагировало международное сообщество. Ни Европа, ни Америка, которые очень жестко реагируют на любой конфликт, связанный с терроризмом по всему миру. Это ваше внутреннее дело. Да. Поэтому, если бы здесь действительно было, запахло терроризмом, радикализмом каким-то, то отреагировало бы системно все мировое сообщество, в том числе и войска НАТО, и вооруженные силы международные какие-то, которые были привлечены. Здесь же, действительно, под видом борьбы с терроризмом, просто расправлялись с мирными людьми, которые вчера погибли. Если бы, не дай бог, как говорится, в каком-то отдельном населенном пункте или по какой-то части Украины были введены подобные меры, чем бы они могли грозить простым гражданам? Во-первых, есть закон о правом режиме чрезвычайного положения. Это закон, который еще при Кучме в 2000 году был принят. И он действует до сих пор. Там четко выписаны критерии введения чрезвычайного положения через указ президента. Перед указом президента он должен уведомить обращением к граждан прекратить определенные незаконные действия в установленном порядке и в определенные сроки. Дать время успокоиться, если это не происходит. Подписать указ. Этот указ должен пройти в течение двух дней на рассмотрение Верховной Рады, быть утвержденным и вступить в силу. После этого действительно наступают серьезные последствия. В первую очередь для граждан. Это введение комендантского часа, это ограничение свободы слова, это ограничение передвижений, это действия со стороны власти без санкций и без решений судов в части свободы слова, в части изъятия, возможно, частного имущества физических и юридических лиц. То есть это очень-очень серьезные последствия. И закон выписан под власть. Тогда Кучма под себя этот закон выписал, как дубинку против народа, для борьбы с народом. И последствиями в пользу государственных органов является то, что при чрезвычайном положении нельзя начинать инициировать процесс изменения Конституции, менять государственные органы, отправлять в восставку кабинет министров, президента и так далее. То есть через режим введения чрезвычайного положения еще больше усиливается монополия и централизация вертикали власти. Этого допустить ни в коем случае нельзя. И мы видим, дай бог, чтобы эта слаженность, монолитность нового переформатированного парламента не дала возможность подобного рода указы провести через легализацию процедуры, о которой я говорил, чтобы такого рода указы вступали в силу. Будем надеяться, что для нас, для современной, сегодняшней, на сегодняшнюю ситуации, для Украины это будет неактуальный вопрос. И у меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, в Одессе, в общем-то, тоже на этой неделе пролилась кровь, к сожалению. И в Одессе произошли события под зданием обл. администрации, когда были избиты мирные граждане, когда бы избили журналисты, в том числе пострадала и наша съемочная группа. Как вы оцениваете подобные действия? Кому это было выгодно? И будут ли, на ваш взгляд, наказаны те, кто допустил подобные вещи? Действительно, в середине недели произошел вот такой вот конфликт. Я думаю, что он заранее спланированный. И я больше чем уверен, к сожалению, что без власти здесь не обошлось. Власть не могла не знать о готовящихся вот таких вот действиях каких-то групп лиц. Их было около, по некоторым данным, более 300 или 400. Бездействие полное милиции, которая там находилась. Поэтому я считаю, что этим только лишь те, кто это организовывает, подогревают. Поэтому я думаю, что это только усубы бит и будет нагнетать конфликт в обществе. Несмотря на то, что Одесса миролюбивый город, очень толерантный, взвешенный, Я призываю всех только лишь к мирному способу выражения своего мнения, своего протеста против власти. Но ни в коем случае не идти на радикальные меры, ни в коем случае не провоцировать возможные вот такие вот группировки, которые наверняка либо завозились кем-то сюда из других регионов, либо готовились здесь. Из числа местных людей, возможно, это люди-наемники, которые могут за деньги это делать. Я призываю людей, одесситов, чтобы они действительно очень серьезно относились к собственной сегодня безопасности, к не, скажем так, реагировали на провокации подобного рода и защищали сегодня действительно свою свободу слова, свою жизнь, жизнь своих семей. В числе тех, кто сегодня активно отстаивает свою позицию на Майдане и за ее пределами, ветераны войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах. За три месяца протестов на Майдане побывало более 15 тысяч ветеранов-афганцев. Две недели назад они выступили с заявлением и предложили стать третьей стороной в переговорах с властями, но оппозиция это предложение отклонила. Однако сегодня значительное число ветеранов и в столице, и в регионах поддерживают действия власти и президента. В Одессе на этой неделе представитель одного из общественных союзов-афганцев выступил с инициативой помочь СБУ в проведении антитеррористической операции, если таковая будет проводиться. Чтобы разобраться, какую роль сегодня отводят себе в общественных процессах в стране ветераны-афганцы, я пригласила в нашу студию активных представителей Одесского ветеранского движения. Разведчика санинструктора Игоря Стокича и старшину роты спецназа санинструктора Владимира Поломарчука. Давайте попробуем сразу, не впадая в политические дискуссии, все-таки определить, на ваш взгляд, какую роль в сегодняшней ситуации, когда в стране проливается кровь, могут сыграть люди, прошедшие через войну, через горнило войны, вот ветераны. Какую роль, на ваш взгляд, они могут взять сегодня на себя? Игорь, давай начнем. Ну, прежде всего, однозначно, только миротворческую. Прежде всего, мы слишком много видели крови там, это раз. Во-вторых, мы знаем, насколько, как далеко потом достает костлявая рука смерти, костлявая рука войны. Мы уже четверть века живем в виде семьи погибших. Мы знаем, сколько не родилось детей. Мы видим горе этих мам, потерявших своих детей, жен и детей, потерявших отцов. Мы знаем слишком много о том, как приезжаешь в Екатеринбург, мама погибшего друга через 10 лет выбросилась из окна. Там мама умерла через 3 года. Здесь повесился кто-то. То есть, это одной смертью не заканчивается. Если кому-то кажется, что можно поиграть солдатиков, которые падают просто вот так вот, как в игре какой-то, и этим все заканчивается. Это глубочайшее заблуждение. Это просто то, после чего можно прийти в себя, и потом всю жизнь, вся жизнь превратится, тому, кто это осуществлял, превратится просто в сущий ад. Володя, вы согласны с таким утверждением? Конечно, согласен. Потому что смерть – это всегда тяжело, это всегда больно. Трата друзей, своих близких. Посмотреть сейчас, в данный момент, что происходит в том же Кеве, в том же Майдане. Вот это те же, есть молодые люди, которым еще тоже нету 20, так как нам не было тогда в то время, с 18 до 20 лет. Они уже гибнут. От этого страдают же близкие, родственники, все мы. Вот как вот сейчас в этой ситуации поступить, чтобы предотвратить вот это все, что творится там? Вот как, вот как, вот как можно умиротворить эти процессы? Вы говорите о том, что вы берете за себя, ну, хотели бы взять на себя миротворческие функции. Вот каким образом это можно здесь сделать, здесь в регионе или там, например, в столице? В регионе, я считаю, что надо формировать наши, начали вас Бог в главе с нашими депутатами, с нашими органами внутренних дел. Сделать такие группы, чтобы они могли быть вместе с людьми, с народом, те же депутаты. Пускай они выйдут, хотя бы поговорят на тот же Думскую площадь, на тот же Дюку, чтобы как решать эту проблему. Почему никого нету с них, с их стороны? Почему нигде только один народ, то там вспыхивает, то там вспыхивает. Потом непонятно, какие-то где-то группировки берутся. По нашему же городу ходят наши же дети, наши жены. Вот, это страшно, потому что нам может выскочить эта группировка непонятно где и откуда. То есть вы предлагаете создать, я так понимаю, как бы отряды народных дружин, что ли, с участием афганцев и депутатов? Так я поняла? Я абсолютно согласен. То есть все, что связано с терроризмом, все, что связано с незаконными, так сказать, вооруженными какими-то действиями, в том числе непонятных каких-то отрядов, которые наводят непонятно какой шорох, действительно нужно это все пресекать. Потому что под их личиной, под их эдидой могут быть мародерство, бандитизм, убийства, грабежи, все что угодно. И поэтому действительно, вот сейчас возможность нашим людям, я говорю не как представитель какой-то там партии, какой-то национальности, какой-то религиозной конфессии, а как гражданин нашего города, сейчас у нас возможность сплотиться и в данном случае показать нам, ветеранам, кто мы есть, показать депутатам, кто они есть. Не там вот, когда вот депутаты, вот там, народ вот здесь, между нами правоохранительные органы, а действительно все вместе, одновременно каждый показывает, что он из себя представляет. Должны быть пункты вот этой вот дружин, которые должны формироваться, отряды должны формироваться по территориальному какому-то принципу, по принципу, кто где проживает, кто хорошо знает район и кто может быть по тревоге мобилизован, в случае чего, взаимодействие между отрядами на случай каких-то необходимых экстренных действий, при каких-то беспорядках, без провокаций. Вот. И естественно, я говорю, что только при взаимодействии, отряды должны быть только узаконенные, с удостоверениями. И с четко выписанными полномочиями. Никакой махновщины. Никакой махновщины никакой. Каждый отряд может вообще проверить, а вы, ребята, у вас есть удостоверение на эти действия или нет? Чтобы не было вот этих вот, кто-то за кого-то себя выдает, переодевается. Я не могу осуждать, но я не понимаю позиции даже многих вот ребят, очень-очень уважаемых афганцев, которые придерживаются того мнения, что мы сейчас не можем ввязываться во всю эту ситуацию, потому что забудут о том, что у нас 25 лет вывода войск, о том, что у нас 23 февраля. Какое чествование, какие праздники в то время, когда в стране идет братоубийство, какое самолюбование, какое вешание на себя наград и так далее. Какие там праздновать будем потом, когда пройдем вот это вот все. Я предлагаю здесь ненадолго остановиться и накануне вот нашего разговора я связалась по телефону с вашими коллегами, с ветеранами-афганцами, которые представляют как бы другую несколько идеологию. Они стоят на Майдане, стоят не первый месяц и сегодня активно участвуют в военных действиях, которые, к сожалению, там происходят. Давайте послушаем то, что рассказал нам по телефону ветеран-афганец, знаменитый на весь мир 9-й роты уже 345-го полка Николай Семенюка. Мы хотим, первое, то, чтобы не было крови, это однозначно, но сейчас это уже не получается. А второе, это чтобы сохранить целостность страны. Вот это наша позиция. Если перемирие сейчас, в ближайший день-два, не будет достигнуто и военные действия будут продолжаться, ваша позиция. Но тут надо, чтобы все афганцы однозначно заняли позицию. Надо остановить это все. А остановить, если, например, неделю назад я знал, как это делать, то сейчас я уже не могу себе представить, как это и что. Понимаете? Как остановить это. Однозначно, а кто от этого и выиграл? Ни один политик не погиб, нет? Ни с оппозиции, ни с регионов. Ну, а виноваты однозначно все, все без исключения депутатов. И если страну будут рвать, то будут виноваты тоже только депутаты. У вас сейчас есть возможность обратиться к коллегам, афганцам, которые находятся сегодня в регионах. Вот что вы можете им сказать? Я бы им хотел сказать, чтобы все не сидели, не грели свою жопу, а все съезжали сюда. И здесь мы все вместе. Делать одно дело. Успокоить это, остановить это и не дать расколоться стране. Вот что я бы хотел им сказать. Понимаете, а не так, что афганцы, наверное, награды понадевали мы все. И вот мы такие красавцы. Надо на деле доказать. То, что мы когда-то доказывали, это было одно. Сейчас надо доказать. Вы слышали, что говорил ваш коллега. То есть на сегодняшний момент ветеранов, афганцев, к сожалению, тоже разделяют какие-то еще идеологические предпочтения. Ветераны-афганцы сегодня находятся с разных сторон. Но единственное, что вы говорите, как бы в унисон, это то, что плохой мир лучше хорошей войны. Это однозначно. Вот скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, все-таки, если ситуация будет разворачиваться, не дай бог, как-то вот не в лучшую сторону, и вы окажете с одной стороны, ваш коллега-ветеран окажется с другой стороны, будете ли вы стрелять друг в друга? Вопрос, как говорится, жизни и смерти. Если мы оказались друг напротив друга, я не думаю, что мы будем стрелять друг в друга. Пройди ту школу, пройти школу войны в Афганистане. Чтобы мы сейчас столкнулись лицом к лицу, идея и идеология человека должна быть какая-то своя идея. За что? За что? Надо разобраться, кто нас к этому вынудил в данный момент. Почему такое происходит? Кому мы что должны? То есть между собой вам будет легче договориться, я так понимаю, чем политикам между собой? Намного легче, и намного мы друг друга поймем. Я думаю, что с пол взгляда даже мы поймем, мы разберемся. Мы разберемся, почему они до сих пор не могут разобраться, это очень сложно. Почему они свели людей, почему они сталкивают нас друг с другом? Кому это выгодно сейчас в наше время? Кому это выгодно? Это же можно подумать. За что? За кого? Какую клич у нас? Скажите, сегодня в Одесском регионе тоже неспокойно, и слава богу, у нас все-таки не свистят пули над головой, так как это происходит сейчас в столице, но кровь в Одессе тоже пролилась. Здесь действуют не только активисты, разные группы, разные партии, здесь действует множество провокаторов на сегодняшний момент. И вот именно вот эти провокации могут быть самыми опасными. На ваш взгляд, как с ними можно бороться, в том числе с помощью ветеранов-фунданцев? Ну вот по тем методам, которые мы предложили перед этим, чтобы не было никаких непонятных групп, не было никаких непонятных действий, под которые можно подписать все, что угодно. Дело в том, что мы знаем это на примере какой угодно войны, и гражданской войны, и Великой Отечественной, что когда начинаются беспорядки, когда начинается война, выплывают мародеры, бандиты, кто угодно, которые могут переодеваться, рядиться в кого угодно, выдавать себя за кого угодно и творить все, что угодно. Игорь, ну хорошо, а как? Давайте говорить о реалиях. Ну вот предположим, события на проспекте Шевченко, которые произошли на этой неделе. Человек 200 одетых, молодых ребят, по сути пацанов, в общем-то, с битами, которые нападают на журналистов, на мирных людей и так далее. Что, предположим, в этой ситуации могли бы сделать дружины, вот такие вот дружины афганцев, милиционеров, депутатов, о которых вы говорите? Вот что они должны были бы сделать? Во-первых, если бы мы там были, скорее всего, не было бы таких активных действий. Во-вторых, я, в общем-то, наверное, все-таки однозначно считаю, что если у нас такая напряженка, то не нужно здесь дразнить друг друга. И сейчас нужно разойтись всем по углам, никаких митингов, никаких вот этих вот... Сидеть, выжидать, что будет столица? Вот этих вот, скажем так, мероприятий, которые могут нас спровоцировать на какие-то выплески, сейчас проводить не надо. Наша задача привести все к миру, а потом мы будем разбираться, потом мы будем спокойно разбираться, что, чего и как, то, какого мнения. Мы не будем сейчас глубоко в политику, я не хочу. Нет, мы сейчас говорим не о политике. Я не хочу и не имею права навязывать, допустим, свою позицию. Хорошо, общение вот с подобными там тетушками, неважно, с какой стороны провокаторы в данной ситуации, что вы, ну вот хорошо, поймали, что дальше с ними делать? Но ведь с этим должны уже разбираться правоохранительные органы, если это... Вот, вот. Володя, мы с вами вот до эфира говорили, вы говорили о том, что, по сути, в общем-то, вы не должны с собой заменять правоохранительные органы. Ну почему, на ваш взгляд, сегодня возникает необходимость в привлечении тех же ветеранов-афганцев? Что, милиция не может эту функцию выполнить? Может, но тут заключается в чем, что при таких моментах жизненных есть, которые там угрожают жизни, твоей смерти, надо очень грамотно принять решение. В таких минутах такой ситуации. И надо принимать правильно это решение. Не каждый у нас сейчас может принять это решение, когда у него там где-то что-то вот пролетит над духом. Или, не дай бог, рядышком возле него, который будет находиться, вдруг его товарищ рухнет. Вот, здесь в эти минуты надо вести себя адекватно, правильно понимать положение, обстановку. Что сделать, почему у нас в Афганистане, когда правильный начальный командир, тогда смотришь и жертв меньше, и всего остального тоже. Когда он принимает правильное решение на месте. Как определиться, что сделать? Для выявления вот этих тетушек надо изначально не давать им разгореться. Они что, приехали? Кто-то их видел? Они где-то находятся в нашем городе. Многие знают, зачем они там? Зачем их допускать, чтобы они выходили? Это делали у всех на глазах, показывали, что они представляют какую-то власть. Им там надо сразу уже убирать оттуда. Просто-напросто не давать. Не допускать до этого конфликтной ситуации. Их надо сажать в эти же автобусы и отправлять. Откуда они приехали? А так мы себе сидим, мы ничего не знаем. Они приехали, сделали погром и уехали спокойно. Хорошо. Я хотела бы в завершение нашей беседы предложить вам, как бы высказать пожелания, скажем так, вашим коллегам, ветеранам, афганцам. Я понимаю, что афганское движение на сегодняшний момент очень неоднородно. Но есть какая-то вещь, то, с чего мы начали, которая вас всех объединяет. Вы прошли через войну. Сегодня в стране, по сути, тоже идет война. У вас есть возможность сказать несколько слов вашим коллегам? А я бы сказал, занимать более активную позицию в жизни. Не вешать на себя лавровые венки и быть героями вчерашних дней. А быть сейчас активными участниками общества. Я это говорил, говорю и даст Бог, буду говорить. Идти во властные структуры, идти в правоохранительные органы, оставаться в контакте с военными, с детьми, с обществом. Мы неотделимы. Афганцы это одно, общество это другое. Нет. Вести активную позицию и обязательно проповедовать все, так сказать, миротворческие принципы решения вопросов в пользу народа, но мирным путем. Володя, вам слово. Я согласен с Сигером, поддерживаю его в этом отношении. Надо не забывать прежде всего, как говорится, дорогие мои шурави, что мы народ, что мы с народом. Мы такие же люди, как все. Простые, такие же люди. Не надо там стесняться чего-то, кого-то. Видишь где-то что-то, иди на помощь. Я думаю, что так как там мы жили, надо и здесь жить. Мы не среди какого-то там другого, но среди такого же народа, как и мы. Хотелось, чтобы мы жили дружно, с любовью и вечно. Вот такой была прошедшая неделя в Одессе и в Украине. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и надеяться на их мирный исход. С вами была Елена Астрахович. Встретимся в следующее воскресенье. Берегите себя и друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok